Приветствую, друзья! Вот мне всё время звонит и звонит, и пишет, и пишет уже два года. И два года пишет мне, что-то снова плохо мне. Боюсь умереть, пишет. Ну, каждый день, ну каждый... Вот я сяду за компьютер, и вот первое сообщение, которое я получаю, опять боюсь умереть. Ну, я каждый раз пишу, естественно, что это нервы барахлят, потому что, если бы ты действительно могла умереть, уже бы два года назад умерла. Ну, ты же каждый день мне это пишешь. Каждый день. Поэтому это связано с нервной системой. А вот я пообещал... Ну, она каждый раз смотрит мои ролики и успокаивается, наверное, потому что два года каждый вечер писать это же невозможно. А вы представьте себе моё состояние. Вот я сел, у меня волшебное зеркало. Как только я вижу ваш поток комментов позитивных, которые комплименты, хвалят меня, мои картины, мою помощь, у меня сразу энергия открывается. А тут вот садишься ты, и бах, тебе по голове. Мне опять плохо. Ну, как быть в этом состоянии? Так вот, я сейчас запишу ролик. Внимательно. Я там написал ей. Я имя не произношу, вы знаете, пока не согласовано. Только с разрешения. Захочет сама напишет. Ну, вряд ли напишет. Но я поделюсь опытом. Во-первых, лечу в самолёте. Ну, вчера с друзьями мы немножко выпили. Это было много лет назад. Это было, когда я ещё мог пить вино или водку. Ну, это давно было. Хотя я водку не пил, пил только пиво. Но дело не в этом. Лечу в самолёте. И вдруг начинает самолёт трясти. Ну, естественно, все люди оцепенели. Кто там валидол, кто там коньяк, кто там, ну, какие там лекарства. Вот. И у меня сразу в голове буря такая естественная. Потому что я и не доспал ночью, и напряжение высокое, и самолёт трясёт. Ну, представьте себе, экстремальная ситуация, правильно? Так это же у неё каждый день такое бывает без всякого самолёта. Так что я тогда сделал? Ну, додумался. Ну, я додумался. Я пустил мысли на самотёк. Я так прикрыл глаза. И какие у меня были мысли, что самолёт разобьётся. Я пустил их на самотёк. И пускай, думаю, разобьётся. И стал думать, как меня там хоронят, как я там умер, как проходят годы. И уснул. И проснулся только, когда стали объявлять посадку. О чём была речь? Дело было в том, что я пустил мысли на самотёк, а не стал бороться с ними. Поэтому у нас есть упражнение «Волна». Когда ты просто раскачиваешься из стороны в сторону, находишь приятный ритм колебания, который тебя делает просто, без усилий. И пускаешь мысли на самотёк. Какие бы они ни были. И через минуту, полторы-две, ты успокаиваешься. Ты можешь и заснуть, если ты не выспался. Ты можешь протрезветь, если ты вчера пил. Это называется ключевая волна. Так, как на лодке плывёшь, качаешься туда-сюда, туда-сюда. Я же вон в той книге писал, как одна женщина стояла в аэропорту. Ей лететь до Нью-Йорка там 10 часов. И у неё страх божий, как она будет лететь. Она вообще боится самолётов. Она загляделась, как два иудея стоят, и тору читают, и головы качают. Загляделась на них. И внутренне как бы стало это невольно повторять. Вот это вот зеркально получилось. А потом летела и говорит, как в раю. Почему, говорит, так произошло? Она ко мне потом обратилась. Почему так произошло? Я, говорит, летела, как в раю. Я говорю, потому что ты ожидала полёта, переживала, при этом головой качала. И пропустила все свои переживания через синхронные повторяемые действия. Повторяемые движения, как я уже давно сказал, и песня стала народной. Повторяемые движения снимают напряжение. И когда вы готовитесь к самолёту, к экзамену, к соревнованиям, делайте повторяемые действия, которые вам синхронны. То есть делаете легко, без всяких усилий, выходите на автоматизм. И там переживаете, о чём переживаете. А через несколько минут голова станет свободной. И вы уснёте, если не спали. И восстановитесь. Станете бодрее, если выспавшись. И будете рисовать прекрасные картины. А эта картина называется у меня «Берегиня». В данном случае я ваша берегиня, хотя я мужчина. Но в каждом из нас у нас есть доля истины. Во мне доброта. Как говорил Достоевский, красота спасёт мир. Доброта спасёт мир. До встречи, друзья. Продолжение следует...